Я хочу напомнить о том, что сегодня на селе есть феодалы, и люди вынуждены свою землю отдавать этим феодалам. У них другого варианта нет. Сами они обработать землю не могут. Поэтому мы предлагаем создание предприятий сельскохозяйственных нового типа. Когда те люди, которых выбирают во власть села, несут ответственность за создание новых предприятий. Создается новое предприятие, владельцы земельных вод сдают туда, оставляя при себе право собственности землю, являются владельцами этого предприятия. Все предприятия сельские подписывают договор по всему району и учреждают агропромышленный комплекс. Государство будет оказывать поддержку только этому агропромышленному комплексу в виде денег больших, в виде лизинга техники и в виде гарантии рынка сбыта. Гарантия рынка сбыта это... Мы идем во власть для того, чтобы этот закон выпустить. Изменения в закон о местном самоуправлении, где обяжем сделать новую систему выборов и ответственность местных советников за создание этих предприятий. И ряд других законов, которые будут регулировать всю эту деятельность. Я вас уверяю, что если люди сейчас через ваш канал услышат в чем суть, они поддержат эти силы, которые предлагают население реальные изменения. Так вот, создали предприятия, учредили агропромышленный комплекс. Теперь вопрос, рынок сбыта. Мы гарантируем рынок сбыта за счет вступления Молдовы в таможенный союз. Теперь вопрос, откуда взять деньги? Деньги. В первую очередь, я согласен с тем, что при вступлении Молдовы в таможенный союз из фонда евразийского развития будет выделено Молдове 3 миллиарда долларов. Каждый год будет выделяться по 1 миллиарду долларов, как закупка сельхозпродукции для нужд государственных учреждений стран таможенного союза. Но это не самые важные деньги. Другие деньги, есть программа китайская, она называется «Деньги вперед будущего урожая». Китай закупает 48% продуктов питания за рубежом и дает деньги вперед тем странам на 10 лет, которые готовы производить сельхозпродукции и поставлять в Китай. Это не 1 миллиард долларов, это десятки миллиардов долларов могут быть предоставлены Молдове для возрождения сельского хозяйства в счет обязательства, что мы потом продукты питания будем отправлять в Китай. Третий вариант. Мы превращаем всю Молдову в свободно-экономическую зону и все, кто что-либо ввозит в Молдову для сельскохозяйственного производства, не платят ни НДС, ни пошлин, ни акцизов. И в первую очередь граждане республики Молдовы, которые работают за рубежом. У нас за рубежом 1 миллион людей. Эти люди работают, немножко накопили денег. Но несправедливо, когда он везет трактор или станок в Молдову, ему говорят 35% пошлины. За что? Он же эти деньги в кармане имеет, он же заработал, налоги уже заплатил. Он просто их меняет на станок, на трактор, чтобы на пустыне молдавской возродить предприятие. Поэтому мы превратим, не будем создавать свободно-экономические зоны в Бельцах, Фалешнах под тех, кто у власти, а превратим всю Молдову в свободно-экономическую зону, чтобы и наши граждане, работающие за рубежом, и иностранные инвесторы на эту пустыню, где уже ничего нету, могли инвестировать денежные средства. Все, что государство, возможно, потеряет за счет освобождения, государство не потеряет. Почему? Потому что будет введен единый налог с продаж. Если ты производишь что-то в Молдове, куда-то отправляешь, значит ничего, просто создаешь рабочие места. Если ты это продаешь на территории Молдовы, будет единый налог с продаж 10%. И на деньги наших граждан, как правильно заметил человек, он сказал, каждый год 2 миллиарда. Если бы эти 2 миллиарда каждый год не на люксовые машины, не на квартиры шли, или не на проедание, а шли бы на инвестиции, мы бы 10 миллиардов долларов проинвестировали бы в экономику Республики Молдова. А так как мы пустили на наш рынок все зарубежное, абсолютно все, люди приходят в магазин и за импортные товары платят деньги, и те денежки, заработанные в Европе или в России, опять уходят и в Россию, и в Европу обратно. Поэтому мы бедные, бедные и бедные. Вот откуда мы найдем ресурсы и источники для выполнения нашей программы создания сельскохозяйственных предприятий денег. Нам не нужны внешние кредиты. Нам нужно создать интерес для инвестиций. И зарубежных инвесторов, и наших граждан Республики Молдова. Интерес. И гарантировать рынок сбыта. Мы 23 года тому назад имели в каждом селе ферму, теплицу, засаженные сады, и у всех дома были красивые, заборы покрашенные. Мы сами зарабатывали деньги. Только тогда каждая семья, только тогда каждое село будет богатым, когда мы сами будем зарабатывать деньги. Потому что если мы будем брать кредиты, как он правильно сказал, филатник направит на свой сад, на свой огород. Потому что не дают для всех кредиты, а только для политиков, которые проводят проамериканскую политику.